Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашии представляют социальный проект «Мой новый друг». Начало самостоятельной жизни для любого молодого человека – особый этап, связанный с решением задач разной степени трудности. Для выпускников детских домов этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. 15-летняя Карина – девочка со спортивным характером. Хотя со стороны может показаться, что это не совсем так, но мы видели, какую волю к победе она проявила на республиканских соревнованиях. Тем не менее, все говорят про Карину, что она мягкая, нежная, застенчивая и нерешительная. И это тоже правда. Даже хорошим приметам, например, сирене с пятью лепестками, она доверяет с опаской. «А я нашла». «Загрязный желание». «Он грязный, чтобы его есть». «Да ладно уж». «Чтобы сейчас закончить школу, поступить». «А еще?» «Ну, я хотела найти свою родную маму, чтобы увидеть ее». «А еще?» «Еще у вас». «Ну, не знаю, там, стать певицей». «Ну, у меня это в детстве мечта была». «Какая?» «Стать певицей». «А куда она делась?» «Исчезла». Впрочем, и сегодня Карина поет в свое удовольствие. Или для лучшей подруги, с которой они познакомились еще до детского дома. А сейчас стали просто неразлучны. Встретив ее, однажды первая мысль была, кто она вообще такая, да, и откуда взялась. Ну, а теперь неразлево, да, мы одно целое, но также противоположное, как черное и белое. Согласитесь, услышать такой свой адрес необыкновенно приятно. Причем Карина умеет дружить не только на словах, но и на деле. «Вот она как подарок. Ну, мало людей, которые могут понять, нам советы дать. Ну, она всегда. А рядом, если мне плохо, у нее улыбка такая вот прям, как она улыбается, прям вот сама радоваться хочется». По мнению Карины, близкие люди – самое главное в жизни. Поэтому она рада новым друзьям и надеется, что со временем их станет еще больше, особенно среди взрослых. Карине многому нужно у них научиться. «Ну, чтобы воля общительная была, а то я слишком варить научиться, чтобы быть занятой и не так, чтобы ничего не делать, чтобы всегда быть в деле». «Ты не любишь бездельничество?» «Нет». «А когда тебе нечем заняться, какие ты себе придумываешь дела?» «Ну, я и начинаю читать книги, делаю домашние задания, помогаю воспитателям». В детском доме Карина всего три месяца, но ее уже все любят и очень переживают, как у нее все сложится. Ведь этим летом девочке придется начать самостоятельную жизнь. «Я пожелала бы ей в жизни иметь всегда свое мнение, никогда не идти за теми людьми, кто может сделать плохо, никогда в жизни не ломаться, быть твердой, уверенной. В Карине есть это зернышко». «Я не лазила». «Хорошо бы, девочки, встретились люди, которые помогли бы зернышку прорасти и окрепнуть, и тогда у Карины все будет хорошо». Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8 8352 76 68 68 8 967 476 68 68 или заполните анкету на сайте www.наставник21.ru. Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «наставник» на номер 3434. Стоимость СМС 50 рублей на номер 3434. Поддержка проекта. Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов. Продолжение следует...